Так, сейчас присоединяется бюджель. Так, привет, дорогая. Как звук, как меня слышно, дай знать. Сейчас. Ну, немного отрывается тебя слышно. Плохо слышно? Может, вот так вот получше? Ну да, немножко отрывается. Вот так, сейчас поблибься. А так моего лица не будет видно. Вот так, нормально. Так, лучше? Блин, зависает. Зависает, да, немного? Ой. Ой, ты у меня так... Тебя много у меня. Секундочку, я иду нормальный фильтр. Слушай, что-то у меня зависает немножко. Да, ты зависаешь, ладно, без фильтра-ка будем. Ну, я подключилась к интернету. Я зависаю тоже? Да, ты тоже зависаешь. Ну, у меня точно нормальная связь. У тебя изначально зависала, дошла тысяча. Так, а так нормально меня слышно, если я вот так луцетно? Вроде, да. Так, ну что ж, начнём. Сегодня у нас прямой встречается прекрасная девушка Гузель, которая коуч по интим-йоге. Я уже вам про неё рассказывала. Вы уже, наверное, подписались на её страницу, много интересного читали про неё. И сегодня нам Гузель расскажет очень интересные темы про интим-йогу и про всякие такие штучки, которые обязательно нужны всем девочкам. Ну что ж, начнём. Гузель, давай рассказывай. И вопрос, который всех интересует, который вообще все хотят знать, это как поддержать свои интимные мышцы в тонусе. Ну, начнём с того, что интимные мышцы нужно тренировать так же, как и любые другие мышцы. Получается, мышцы тазово-дна, они как гамак, снизу поддерживают все наши внутренние органы. И с годами они провисают. И если их не укреплять, то, естественно, они начинают опускаться всё ниже и ниже, начинают плохо поддерживать наши внутренние органы. И, следовательно, у нас всё ещё ниже опускается, тонус теряется. Тем более, если мы беременеем, рожаем, то, естественно, наши интимные мышцы становятся ещё менее крепкими, да, ещё больше опускаются, и внутренние органы вместе с ними опускаются вниз. Вот. И для того, чтобы такого не было, существует интимная йога или, по-другому, интимная гимнастика. С помощью неё мы как раз-таки поддерживаем наши внутренние органы и мышцы тазово-дна в тонусе и в правильном анатомическом положении. Вот. И как мы это делаем? Мы это делаем с помощью йогических упражнений, древних йогических, с помощью специальных современных тренажёров. И, собственно, всё. Ещё мы также тренируем нашу сексуальную энергию с помощью даотских практик. Но это уже другая тема. Открой... Пожди мне рассказать? Открой... Открой нам пару секретиков, вот какие упражнения нужно выполнять каждый день. Ну, я не могу в рамках данного прямого эфира открыть такие секретики, которые можно было бы выполнять каждый день. Потому что есть определённые анатомические особенности. Если выполнять упражнения неправильно, то можно навредить своему здоровью. Если бы у нас хотя бы... Если бы я вела прямой эфир одна и могла бы камеру направить более... На всё своё тело, да, то тогда, возможно, я смогла бы. Показать какое-то одно упражнение, да, но и то я бы не могу дать гарантии того, что упражнение будет выполняться правильно, потому что только с тренажёром, который имеет обратную связь, можно научиться выполнять упражнение таким образом, чтобы не навредить себе. просто получается, наши мышцы тазового дна и животы, они очень сопряжены. Когда мы втягиваем мышцы тазового дна, у нас начинает подключаться ещё животик, он начинает у нас напрягаться. А когда мы напрягаем живот, у нас происходит внутрибрюшное давление. Внутрибрюшное давление – это когда наша диафрагма опускается вниз, давит на внутренние органы, те, в свою очередь, давят на мышцы тазового дна, растягивая их. Вот. Получается, когда мы создаём внутрибрюшное давление, мы выдавливаем наши внутренние органы, и мышцы тазового дна вниз, и, следовательно, мы их растягиваем. И нужно научиться, исходя из всего этого, следует вывод, что нужно научиться отключать внутрибрюшное давление, отключать напряжение пресса, то есть научиться встягивать интимные мышцы без работы пресса. Вот. И как раз-таки этому я обучаю на своём курсе. Ну, также бывало, проводила, в том числе и бесплатные прямые эфиры, где давала очень большие упражнения, с помощью которых вряд ли можно себе навредить. Просто в этой сфере, как и в любой другой, очень много информации, очень много непрофессионализма, да, и это всё-таки работа со своим телом, со своим здоровьем, и если подходить к этому неграмотно, то можно навредить своему здоровью. Слушай, расскажи вот девочкам, что с весом заниматься вредно, потому что многие не знают этого 100%. И расскажи, как это пагубно влияет на наш тонус интимных мышц. Да, с весом примерно та же история. Получается, когда мы поднимаем тяжести, неважно, это пакеты, или если вы в спортзале занимаетесь, то у нас опять-таки происходит внутребречное давление. Напоминаю, да, диафрагма опускается вниз, да, это внутренние органы, те, в свою очередь, да, это мышцы тазово-дна, и мышцы тазово-дна вниз выдавливаются, растягиваются. Для примера, когда у женщин, у которых имеется такая проблема, как недержание мочи, которая обычно бывает после беременности, да, 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 это много, я знаю, кстати. Да, либо после тяжелого спорта, после беременности, рода, либо после тяжелого спорта, у женщин часто возникает такая проблема, как недержание мочи. Для примера, женщина писается под себя от малейшего внутребречного давления, например, когда она чихнула, или покашляла, или посмеялась. То есть малейшее движение диафрагмы, и она уже писается под себя. Ну, можно представить, да, то есть от мельчайшего движения уже такое происходит. А представляете, такое внутреннее мышечное давление происходит, когда мы поднимаем тяжелое, то есть намного более мощное и сильное, да? Когда мы скидываемся с весом, да, то есть это... Да, 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 да. И полезно. Да, и получается, нам прежде чем поднимать что-то тяжелое, для начала нужно научиться управлять навыком контроля внутреннего давления, научиться управлять своими мышцами тазового дна, и плюс еще мышцы тазового дна должны быть по-настоящему прокачанными, сильными по-настоящему, чтобы иметь возможность, да, поднимать тяжести. То есть прежде чем поднимать тяжелое, хотя бы просто научить подтяните мышцы тазового дна, и только потом поднимайте тяжелое. Ну, это проще говоря, да, более грамотно. Этому всему, естественно, я учу уже на своих курсах, либо конкретные рекомендации даю на личных консультациях. Вот. Ну, подытожу это все, да, что женщине нежелательно заниматься с тяжелыми весами до тех пор, пока она не прокачает мышцы тазового дна. Ну, и лично мое мнение, как бы, женщине, в принципе, не нужно заниматься тяжелыми весами. Это все-таки женский организм, да, нам не нужны такие нагрузки. Я считаю, что тренировки со своим весом, да, с большим весом, они могут быть очень-очень эффективными, и давать все самое нужное, то, что нужно нашему телу, да? Согласна. Я тоже за тренировки без веса, за работу с собственным телом, вот. Но я в этой области, о которой ты рассказываешь, вообще еще далека, хоть я с тобой уже близко знакома. И поэтому, как бы, мне это очень-очень интересно, на самом деле. Я это хочу тоже включить в свой ежедневный ритуал. И вот, и хочу, чтобы все, как бы, люди узнали об этом, все девушки, что это, на самом деле, очень-очень важно, потому что, ну, многие беременеют не один раз, там, три даже раза, некоторые четыре, некоторые пять раз. И это все очень-очень важно, вот, для девушки в последневной жизни точно так же, как и спорт. Конечно. Конечно. Даже если женщина не беременеет, в любом случае года идут. Если, например, мы попу не качаем, или руки не качаем, они же у нас обвисают то же самое с интимными мышцами. То есть, годами все в любом случае опускается вниз. А роды и тяжелый спорт это лишь усугубляет, да, ускоряет этот процесс в разы-в разы. У многих женщин уже во время первой беременности есть недержание мочи. Даже она еще не родила, у нее уже появляется недержание мочи. У многих женщин после первых беременностей, после первой-второй, тоже есть опущение внутренних органов, да. Плюс у многих женщин уже, наверное, у каждой второй, или у каждой в третьей во время беременности, во время родов, бывает разрыв мышц влагалище, да. Часто женщинам разрезают влагалище, вагину делают эпидиотомии, для того, чтобы плод прошел, потому что там недостаточно места, да, потому что мышцы недостаточно эластичные, и плод не может пройти, да. В общем, из этого всего потом вытекают другие последствия, например, супость влагалища, низкая либидо, гормональные сбои, различные гормональные сбои. У многих женщин бывают такие проблемы, как болезненные месячные, ПМС там и так далее, да. Вот на все эти проблемы, и не только налейте ничего, на вагинизм, на анатгазмию, на диастаз. Мы можем влиять с помощью интимной йоги, то есть мы можем либо решить эти проблемы полностью, либо значительно уменьшить... Их проявления. Да, их проявления, да, спасибо. Но знаешь, вот я заметила, в нашем обществе почему-то все очень сильно стесняются этой темы, об этом не перенято говорить, то есть, ну, о критических днях не перенято говорить, все так стесняются, ой-ой, знаешь, хотя это вполне нормально в Европе, как бы в Америке, везде все об этом свободно разговаривают, то есть, и это, ну, как бы, часть нашей жизни, этого не надо стесняться, об этом можно свободно разговаривать, проходить курсы, вот как у тебя, например, там, да? Да, да. О прям интимном здоровье, точно так же, как и о здоровье в целом, правильно? Конечно, тут дело в воспитании, просто когда мы были маленькими, и маленькими не только, ну, например, когда мы были маленькими, и мы начинали исследовать свое тело, свои гениталии, в том числе, да, нам говорили, что не трогай там, это же плохо, только плохие девочки там себя трогают, и из-за этого у нас, ну, многих, да, из нас, или даже, ну, всех в той или иной степени, так скажу, у нас образовался блок, да, относительно исследования своей витаминальности, да, и плюс, в целом, общество нам много чего навязывает, да, и в том числе, в том числе, как это стыдно, об этом не принято говорить, да, 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 в кукулистические дни это так плохо, это так стыдно, это так ужасно, там, ну, и т.д., и т.п., очень много различных установок, которые мешают адекватно воспринимать те или иные вещи. Ну, и так во всём, в принципе. Ну да. В этой теме. Да. Я тебе хочу сказать, что я, вот, допустим, тоже не до конца раскрепощена, так сказать, то есть, да, и мне вот тоже, допустим, я вот разговариваю с тобой сейчас свободно, но вот понимаю, знаешь, вокруг, может кто-то смотрит там или слушает, знаешь, немножко как-то не по себе, хотя, как бы я же говорю, это абсолютно нормально, это тема для... Всех женщин, всех девушек, и важная причём тема, не просто, вот, знаешь. Да, конечно, конечно, я даже скажу, и много раз говорила об этом, и писала у себя, что интим-йога нужна не кому-то конкретно, интим-йога нужна всем женщинам. У каждой женщины были какие-либо проблемы, связанные с женским здоровьем, в той или иной степени, у всех женщин, и на эти проблемы мы можем влиять с помощью интимной йоги. Смотрите, если мы чем-то не занимаемся, если мы что-то не развиваем, если у нас всё стоит в одном положении, если у нас нет нормального кровообращения, лимфоотока, естественно, там жизнь начинает умирать, да, то есть движение не происходит, жизнь замирает. И, естественно, это сказывается на всех процессах, да, в малом тазу, в генитариях, вот, и отсюда вытекающие последствия, просто последствия у всех разные, да, у кого-то там пониженная чувствительность, да, у кого-то сухость влагалища, у кого-то болезненные месячные, ну, у всех своё. Но в любом случае суть одна то, что если нам что-то дано, то это должно быть использовано. То есть нужно включать жизнь, да, в области органов малого таза. Так вот, я хочу, чтобы ты всех замотивировала, расскажи в рамках своего курса, что ты даёшь девушке, какие упражнения, что входит в твой курс, и вот, возможно, после эфира моим подписчикам ты можешь сделать какую-то маленькую скидочку на курс. Да, конечно, да, конечно, я могу твоим подписчикам сделать скидочку в размере 500 гривен, даже не маленькая. Так что, кто все смотрел эфир или кто посмотрит эфир, вот, пожалуйста, Гузель сделает вам скидочку на свой курс, занимайтесь, оздоравливайтесь, и вот Гузель сейчас нам расскажет, что входит в её курс. На самом деле в курс входит много, я пробегусь только по таким основным моментам, потому что иначе мы не успеем в данном прямом эфира. Ну вот, если кратка, это упражнения из йоги, именно те упражнения, которые задействуют брюшную область, область органов малого таза в том числе, да, и мышцы тазово-дна. С помощью них мы как бы подтягиваем всё вверх, значит, этого мы подвращаем возможные опущения, то есть пролапсы, да, либо уже работаем с имеющимися опущениями, держаниями, там, и т.д. И за счёт этого мы стимулируем, в принципе, работу наших внутренних органов, да, у нас начинают происходить нужные процессы, и это может повлиять, например, на работы гормонов, да, то есть могут начаться... Постановить гормональный фон, да? Да, 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 ну, то есть железо-внутренний секресс начинает вырабатывать правильные, нужные гормоны, да, вот. Кстати, в том числе есть случаи, да, когда с помощью интим-йоги могли бы влиять на бесплодие. Мы, конечно, не утверждаем, что интим-йога — это панацея, да, но просто за счёт того, что женщина начинает уделять внимание и любовь своему интимному здоровью, увеличивает кровообращение, органы начинают функционировать на должном уровне, и вопрос бесплодия иногда может решиться, да, то есть такое тоже бывает. Вот, отошла от темы, вот, в общем, с помощью этих практик мы подтягиваем всё вверх, плюс увеличиваем преобращение, да, чтобы положительным образом сказываться на всех процессах, да, и лимфоатом, да. Да, лимфо вообще и кровь — это жизнь. Если наша лимфа и кровь нормально не циркулируют, да, ты уже знаешь, ещё лучше теперь, я тоже за последнее время всё лучше и лучше это понимаю, и если наша лимфа и кровь нормально не циркулируют, то у нас может быть вообще куча-куча-куча последствий со здоровьем. Вот, это очень кратко, то есть, например, в базовом курсе у нас две юргических практики, они визуально очень похожи, если внешне смотреть, но внутри там просто движения различаются, да, то есть там движения различаются. Вот, потом хочу показать, мы работаем ещё с современными тренажёрами. Ух ты! Все наши тренажёры сделаны из медицинских материалов, они имеют патенты и сертификаты, они гипоаллергенные, они оборудованы гипологами. Тебе выглядит очень круто, я даже заинтересовалась очень. Да, это наш главный тренажёр, он называется тренажёр Тюрпан. Так, секундочку. А, у меня батареечка села. Получается, вот этот круглешочек мы вставляем внутрь, он как бы лежит у нас внутри на мышцах тазового дна, и вот эта лазерная указочка нам нужна для обратной связи. Получается, женщина вставляет этот тренажёрчик, встаёт перед стеной. Когда она всякивает интимные мышцы, мы видим отображение точки от лазерной указки на стене, да, и она когда всякивает интимные мышцы, мы видим, что точечка опускается вниз. Когда женщина расслабляет интимные мышцы, мы видим, что точечка поднимается вверх. То есть этот тренажёр нам даёт обратную связь. Без него я не могу понять, и женщина тоже не может понять на 100%, втягивает она мышцы или не втягивает. Правильно втягивает или неправильно ту мышцу или не ту. То есть, например, мы бывает втягиваем отдельно луковичную губчатую мышцу, отдельно мышцу леванты, а не отдельно анально-губчиковую связку. И я не врач гинеколог, я два пальца в бутер засунуть не могу и проверить, что она именно там втягивает, да. Женщина сама не профессионала, она на 100% тоже не может знать, да, правильно это делать или неправильно. И вот как раз-таки для этого нам нужен такой тренажёрчик. С помощью него мы отслеживаем правильность или неправильность работы интимных мышц. То есть, ты его на курсе также, это входит в свой курс? Да, это входит в тренажёрчик, что входит в стоимость курса, но также его можно приобрести отдельно. У него есть методичка для самостоятельных занятий. Вот, если вдруг кто-то захочет заниматься самостоятельно, пожалуйста, это можно. Единственное, конечно, на это нужно будет потратить время, нужно будет вникнуть, изучить логическую информацию, да. То есть, никто помогать не будет, это сложнее бывает самому осваивать, да, такие непростые упражнения. Вот, но как бы это возможно, для некоторых возможно, это даже лучший вариант. Вот, а ещё у этого тренажёрчика такое достоинство в том, что он два в одном, лазерный плюс грузовой, у него есть такой крючочек. Вот на этот крючочек можно подвешивать дополнительные грузики и создавать дополнительную нагрузку. Вот это да. Вот это да, говорю, до чего уже техника дошла, как говорится. Да, сейчас тебе покажу даже, секундочку. Вот, к примеру, это могут быть такие грузики. Ух ты! Класс! Это уже для продвинутых, я так понимаю, да? Ну да, к этому нужно созреть, это не всем подходит. Это зависит, конечно, от того, в каком изначально тонусе были интимные мышцы женщины. Если у неё были уже проблемы какие-то серьёзные, то к этому грузикам ей можно подходить только через три месяца или даже через полгода. Вот, а если у неё, в принципе, норм были мышцы, да, но как бы в таком нормальном состоянии, но при этом не в тонусе, да, то тогда примерно через месяц, через два можно начать увеличивать нагрузку. Понятно, то есть это всё входит в твой курс? Ну, почти всё. Входит тренажёрчик, тюльпань, с лазерной указкой, с крючочком, а грузики я не продаю, это можно, можно подвесить всё, что угодно, либо заказать грузики из Москвы. Вот так вот, да. И, да, расскажи нам ещё про свой курс, и пробежимся ещё по питанию, потому что, как бы, ты сыроед, и, как бы, я не знаю, кроме тебя, больше людей, кто на сыроедческом питании, это очень круто, это прям мотивация вообще, ну, для меня, да. Так, ну, давай вообще с этим йогой закончим. Да, да, расскажи, пожалуйста, и потом поговорим по поводу питания. Вот я уже рассказала, что в методику входят йогические практики, упражнения с тренажёрами, также мы делаем даосские практики, такие древние практики, с помощью которых можно увеличить свою сексуальную энергию, либо трансформировать её в другие виды энергии, либо накопить её, чтобы она у нас не сливалась в никуда, да. То есть есть определённые практики энергетические, с помощью которых мы работаем с сексуальной энергией, и такие практики тоже входят в мой курс. Вот, также мы работаем ещё с поперечными мышцами живота, которые со стороны живота поддерживают наши внутренние органы. Также у нас в курсе есть упражнения на развитие чувствительности. Также я на курсе делюсь техниками, которые можно использовать в сексе, производя сжатие определённое во время секса, сжатие члена. Вот, либо даже есть такие техники, они называются техники китайских жилистов, с помощью которых можно делать в сексе, вырисовываться мужчины, либо полное вагинальное сжатие. Ты у меня, наверное, видела фокусы, да? Да-да-да, я видела. Вот, если мы это делаем как фокусы, но потом мы можем использовать уже в сексе с своим мужчиной. Ну, видя фокусы, это выглядит примерно так, если кому-то будет интересно, потом мне можете написать, я вам скину видео, вы сами всё посмотрите. Представьте картину, стоит девушка в юбочке, то есть под юбочкой висит трубочка, трубочка упирается в баночку с водой, девушка производит определённые действия, и вода по этой трубочке подтягивается вверх. Она как будто бы втягивает своей вагиной воду по трубочке вверх, чтобы понимать. Я видела у тебя это. Да, это делается не только за счёт мыши таза в воду, я сразу скажу, это ещё делается, это просто нужно знать определённые хитрости, определённую технику, да? Вот, но в том числе за счёт мыши таза в воду. И вот то же самое можно делать в постели со своим мужчиной, мужчиной, производя всасывание фалоса мужчины. Вот. Вот девочка задаёт вопрос, полгода тренировок и потом продолжать всю жизнь? Сколько? Это то же самое, что и со спортом. Да, то есть... То есть, если ты уже начал заниматься, ты должен заниматься ежедневно, да? Да, конечно. Ну, смотри, ежедневно не обязательно ежедневно. Можно три раза в неделю, это, в принципе, достаточно. Вот. Но смотря, что, например, юридические практики я рекомендую каждое утро делать, но на это уходит немного времени, буквально 5 минут максимум. Вот, а упражнения с тренажёрами можно три раза в неделю, но более чем достаточно. И полгода, кстати, интенсивно тренироваться не всем нужно женщинам. То есть, только тем женщинам, у которых уже есть сильные проблемы с мышцами таза, вода, у кого есть опущение в первом стадии, недержание мочи. У кого уже есть детки, я так понимаю, обязательно нужно. Что-что? Я говорю, у кого уже есть детки, я думаю, это уже обязательно. Да, конечно, 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 конечно. Да, у кого есть детки, нужно обязательно тренироваться интенсивно, а у кого нет деток, в первый месяц мы тренируемся интенсивно, когда закладываем все навыки, а потом уже можно три раза в неделю. Но я подчеркну ещё раз, что не только те женщины, у которых есть дети, не только они имеют проблемы связывать с слабостью мышц таза в дна. То есть, есть исключения. Это, например, если женщина занималась каким-то тяжёлым физическим трудом, да, либо если она занималась каким-то тяжёлым спортом или даже фитнесом. Поняла. В общем, ты можешь сделать скидку моим подписчикам, и, в принципе, ты им ещё можешь подробное описание там скинуть, курсы. Конечно, в одной руке. Пусть после эфира все в личку напишут тебе, скажут, что они с эфира или от меня, и ты им всё ещё расскажешь подробности. Да, конечно, я могу провести бесплатную консультацию, ответить именно конкретно по вашим запросам, потому что у всех проблемы разные, и сейчас я не могу каждую проблему коснуться подробно, да. На бесплатной консультации я могу именно подробно разложить вашу ситуацию и дать определённые рекомендации. Если вам понравится то, чем я с вами поделюсь, тогда вы сможете уже приобрести у меня курс. Понятно. Теперь... А ещё, да, скажу кое-что. Да, давай. Ещё мы можем влиять на либидо, получается, за счёт того, что... и на чувствительность. За счёт того, что мы увеличиваем кровопрошение, когда я этого говорила уже, у нас начинают вырабатываться нужные гормоны, и либидо женщины повышается, да, начинает чувствовать себя более сексуальной, более желанной, более желающей, и, следовательно, качество её жизни от этого возрастает. Плюс за счёт того, что, опять-таки, увеличивается кровопрошение, наши нервные окончания напитываются кровью, и от этого чувствительность повышается, оргазмичность увеличивается. У многих женщин начинают чаще происходить оргазмы, да, либо там несколько подряд, либо оргазмы становятся более яркими, да, или, в принципе, начинают происходить. То есть мы можем влиять с помощью этого на оргазмичность, на чувствительность и на либидо. То есть сексуальную сферу и сферу развития взаимоотношений мы очень хорошо затрагиваем с помощью несемнейших людей. Это очень круто, я тоже очень хочу уже заняться этим с тобой, я тебе обещаю тоже присоединиться и тоже начать делать эти практики. Ты знаешь, я уже включила растяжку, я уже включила йогу, я уже включила, наконец-то, фитнес-фейт, я уже включила инфагренажную зарядку, кстати, вот это реактивнее тоже. Спасибо, что поделилась, что это очень важно тоже. И вот теперь я хочу тоже как-нибудь присоединиться, так сказать, замотивировать себя. Поэтому как бы я и сделала этот эфир для того, чтобы самой тоже замотивироваться и девочек замотивировать. Вот, и, в общем, занимайтесь все этим, это очень важно для вашего здоровья, для всех сфер. Вот Гузель уже все рассказала, кто пропустил, там, посмотрите потом прямой эфир и сохранила Житей. Вот, и теперь я хочу, чтобы ты нам еще рассказала немного про сыроедческое питание, как оно изменило твою жизнь, как ты себя чувствуешь, и как это вообще повлияло на все аспекты твоей жизни. Столько сразу вопросов, сейчас начну с чего-то. Ну, к средине я пришла, потому что у меня было очень много проблем со здоровьем, ну прям очень много. Не что-то одно, а прям целый букет. Чтобы вы понимали, я постоянно, после каждого приема пищи обязательно пила таблетки. Потому что у меня в желудочно-кишечном тракте все, поджелудочное, желудок, кишечник, желчный, все сразу. То есть у меня постоянно были боли, у меня, сразу, прямо скажу, у меня даже были запоры много лет, да. То есть никого это не смущает, но как бы мы тут обсуждаем тему здоровья, поэтому я говорю прямо, да, как все есть. В общем, у меня были ужасные проблемы. И не только с этим, у меня были ужасные ПМС, у меня была очень низкая энергия, и у меня не хваталось ни на что, потому что моя продуктивность была на очень низком уровне. То есть я очень часто проводила время просто лежа на кровати. Ладно, хоть я в этот момент не просто тупила, а изучала, изучала, изучала. Но в целом, именно в плане физики, да, я была крайне пассивной. Вот, и, естественно, это сказывалось на всех сторонах моей жизни, да, на моем ощущении счастья, на моей продуктивности и т.д. и т.п. Сколько лет ты уже на сыроедческом питании? Вот в октябре будет 5 лет, когда я на сыроедении. Опа, ничего себе. Да, из них 3 с лишним года я была на очень строгом сыроедении, то есть у меня не было срывов. Я прямо сыроедила по-серьезному. И вот последние полтора года я время от времени начала себе позволять вареную пищу, потому что мой организм стал посильнее намного, и он уже проще воспринимает вареную пищу. И поэтому я иногда себе позволяю. Но все равно, если я ем вареную пищу более чем пару дней, моя энергия начинает очень сильно понижаться. И если я это позволяю себе на протяжении недели, то моя энергия очень сильно понижается, и поэтому я всегда возвращаюсь к сыроедению. Я, конечно, не утверждаю, что у всех людей именно так будет, если вдруг они тоже будут на сыроедении какое-то время, да, хотя, скорее всего, тоже у них будет чувствительность очень большая, да. Но в моем случае у меня очень чувствительный организм. У меня даже в астрологии, в моей личной, прописано, что у меня очень чувствительное тело. Это действительно так. И просто у меня был определенный опыт в прошлой моей, можно сказать, жизни, хотя имею в виду данную жизнь, да, когда я очень сильно испортила свое здоровье, свою иммунную систему, и поэтому кроме как быть на сыроедении, другого способа я пока что для себя не вижу. То есть сыроедение мне очень сильно помогает поддерживать мое состояние здоровья на качественном уровне. Вот скажи, вот, допустим, я, ты знаешь, я на веганстве, я еще пока не пришла к сыроедению, но я уже потихоньку сталкиваюсь с такой проблемой, так сказать, как железо. Я как бы сейчас понимаю, что у меня нехватка железа, и пока я как бы не решила, ну, вот, этот вопрос, чем заполнить вот эту нехватку, вот, и, может, ты посоветуешь, что как девочкам, вот, конкретно с железом, вот, все, что связано, вот этот вопрос меня как бы интересует очень сильно сейчас. Ну, на самом деле, я не было такого, что у меня была нехватка железа, поэтому на 100% я некомпетентна в этом, я могу делиться только своим личным опытом, но я точно знаю, что у нас нехватки тех или иных микроэлементов бывают от того, что в нашем организме обитает большое количество различных друзей, так скажем. Это различные грибки, паразиты, простейшие, и они как раз-таки высасывают все полезные элементы из нас дальше, потому что они сосут нашу кровь, питаются нами, и, конечно же... Питаются полезными веществами всякими, которые... Да, 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 и поэтому у нас могут быть различные нехватки, потому что, к примеру, до того, как я проводила, начала проводить различные чистки от грибков и паразитов, я тоже чувствовала и знала, что у меня есть определенные нехватки, да. После того, как я начала проводить различные чистки, мой организм стал намного-намного сильнее, и я уже перестала наблюдать те проявления, которые были у меня до этого. Вот, поэтому я рекомендую... Я знаю, что ты также голодаешь, проводишь практики голодания. Я также еще это не пробовала, я пробовала только интервальное голодание, в принципе, у меня каждый день интервальное голодание. То есть, ну, я думаю, многие знают, что такое интервальное голодание, но вот чтобы проголодать вот так вот целый хотя бы один день, я никогда не пробовала еще. И как бы... Да, я голодаю, я стараюсь влиять на свое тело с разных сторон. Я и сырорежу, и голодаю, и провожу различные чистки, и стараюсь работать своим мышлением, и практикую йогу, интимную йогу, электрическую зарядку, и куча-куча еще всего. Потому что я считаю, что... что от того, как мы относимся к нашему телу, зависит вообще все, да. И если наше тело не в достаточном ресурсе, да, то, конечно же, это мешает нашей жизни. Понятное дело, что не у всех сейчас тело в таком состоянии, чтобы задуматься над чем-то, да, потому что чаще всего люди начинают задумываться, когда уже начинаются какие-то проблемы, да. Ну вот, я пришла к тому, что лучше начать заботиться о своем теле заранее, до того, как у нас начались какие-то проблемы, потому что потом уже будет намного и намного сложнее. Вот. Ну и голодание — это один из способов по очистке организма от различных лимфатических застоев, да, от различных патогенов микроорганизмов, от того же целлюлита лишнего веса, да. Да, и так голодание омолаживает организм. Голодание омолаживает организм. Да, конечно. Вот даже один японский ученый получил Нобелевскую премию по теме голодания, это еще по-другому называется аутофагия, да, он доказал, что во время голодания сильные клетки пожирают больные клетки, от этого наш организм омолаживается. Я тоже хочу попробовать голодание, хочу к этому прийти. Ну, ты знаешь, каждый человек постепенно приходит к разному, там, к вегетарианству, или там гигантству, или с того, с того, с детьми. Вот. Я тоже очень рада, что я вступила на путь в вегетарианство когда-то в своей жизни, причем я не смотрела никаких фильмов, ни передач, просто в один день проснулась и решила отказаться от мяса, и все. Круто, круто. Вот. И как бы я думаю, что я на правильном пути, вот буду прислушиваться к тебе, как почистить твой организм, как оздоровиться с помощью голодания. мы решили побольше раскрыть эту тему. Я поделюсь своим опытом. Если кому-то интересно, можете присоединиться. Я присоединюсь. С новостями, за моими сторисами. Я присоединюсь обязательно. Да, давай. Ну что ж, ты много всего интересного рассказала. Я думала, подытожим. А про питание? Можно? Я про питание не на все ответила, просто это немножко, я не досказала одно, тоже другой вопрос задала. Я описала то, какие проблемы у меня были, и вот после того, как я изменила свое питание, у меня сразу же процентов 70 проблем ушло. И потом в течение следующих лет я с помощью различных чисток я еще разрешила процентов 20 своих проблем. И сейчас с 10% которые у меня остались, я продолжаю работать. В общем, сыроедение и веганство, и вообще любая работа над своим телом, грамотная работа над своим телом, дает очень хорошие результаты, поэтому рекомендую все-таки использовать эти инструменты, проходить все на своем опыте. Я думаю, что и вам тоже это может помочь. Я могу сказать, что я тебя видела, так сказать, в жизни, я знакома с тобой лично, и я знаю, как ты прекрасно выглядишь, и какая ты вообще вдохновленная, и заряженная энергией. Ты просто, знаешь, человек, лампочка такой, свет, солнышко. С тобой рядом сидишь, ты просто светишься и заряжаешь энергией. Вот я сама знаю, когда не ешь мясо, у тебя намного больше энергии, и ты такое вообще просто... Да, у меня раньше было... Если вот сравнивать, мне казалось, что у меня нормально с энергией, хотя, конечно же, очень часто у меня было очень мало энергии, как я до этого говорила, да? Но если сравнивать сейчас уровень моего энергетического потенциала, и то, что было раньше, это просто небо и земля, ты даже не сравнишь. Ну, тут нет слов просто, ни эмоции. Ну, это реально очень сильно повышает энергетический потенциал, вибрации, уровень сострадания вырастает. То есть, если раньше я начинала веганить из-за того, что просто мне нужно было улучшить свое состояние здоровья, то, когда я уже перешла на веганство, я стала еще более сострадательной к животным, к природе, ко всем живым существам. И я почувствовала, как мои вибрации повысились, и продолжают повышаться. Согласна, согласна. И уровень моей любви, оно становится все выше и выше. И все чаще я бываю именно в таких состояниях, в состояниях осознанности, в состоянии, когда я чувствую энергию, чувствую, просто чувствую все. Да, конечно же, не всегда на сто процентов я в таких состояниях. Я же живой человек, непросветленный. Но то, что эти энергии преобладают в моей жизни, это однозначно. А у меня очень хорошая интуиция. Ну, ты знаешь, наверное, это. И когда я рядом с тобой находилась, я просто почувствовала сумасшедшую, очень хорошую энергетику. И я от тебя очень сильно зарядилась позитивными вибрациями. Вот я взаимно посидела. И нашим с тобой как слились. Да-да-да. И побольше бы таких людей вообще, вот как ты, чтобы встречались на моем пути и на пути других людей. Я всем желаю, вот чтобы подписались на твою страницу, чтобы познакомились с тобой поближе, потому что ты потрясающий человек. Не устану это повторять. И у тебя потрясающий муж. И я очень рада, что мы встретились, что у нас свела жизнь. Ведь подобное притягивает подобное. Да-да-да. Вот. В общем, классный эфир у нас получился. Осталось уже 15 минут. И если еще у людей есть какие-нибудь вопросики, хотя я смотрю, мало людей в эфире, наверное, потому что разгар рабочего дня. Да, разгар рабочего дня. Плюс в наше время очень много информации, очень много блогеров, много всего интересного. И нам уже сложно фокусироваться на чем-то одном. И поэтому это нормально, так скажем, для нашего времени. Но кому нужно, он в любом случае посмотрит. И если нужно будет, то, конечно же, напишет. Да, если нужна консультация будет твоя, люди могут себе писать в личку. У тебя одна консультация бесплатна, правильно? Да, первая консультация бесплатная. Причем я могу ее проводить вплоть до 40 минут, если этому нужно уделить время. Но если кто-то смотрел уже прямой эфир, то тут уже столько много времени не нужно уделять. Уже более-менее что-то понятно должно быть. Ну да, так что, девочки, не стесняйтесь. Эта тема очень важная, очень нужная всем. Пишите Гузель. Она вас проконсультирует. Тем более, чем старше мы становимся, тем, так сказать, все становится запущенней. Да. Поэтому, я думаю, ты можешь еще и людей проконсультировать по поводу там сероеднения или голодания. Да, я могу дополнительно подсказать что-то по этой теме. Я, конечно, пока что не беру на себя ответственность по этим темам, и потому что я не могу. Я могу. У меня слишком много опыта, как бы, но... Если я буду фокусировать внимание сразу на многих вещах, да, на профессиональном уровне, то будет очень непросто, да, успевать везде, качественно успевать. Вот. Но поделиться каким-то своим опытом, да, и дать какие-то рекомендации, или там, например, поделиться тем, как почистить кишечник, это я могу, и если вы захотите, вы сможете использовать эту информацию. Я, допустим, знаешь, думаю, что можно вот людям как бы, и в том числе как бы я так тоже делаю, делать просто один хотя бы сыроедческий день в неделю. Да, вот с этого начинать. То есть там, да, там на салатик, как на смузи, на чистом питании, и вот вы можете даже по мне видеть, я ем вареную еду, но у меня очень хорошая кожа, при этом как бы... Агузе вообще не ест вареную еду. Ну, то есть... Да, у нас скажу, что качество кожи не только от этого зависит, еще зависит от иммунной системы, от лимфатической системы, от паразитов, грибков, и от различных микроорганизмов, такие как демодекоз, да, там, и не только от золотистого стафилококка, в общем, от многих показателей, как бы, потому что я со своей кожей очень много лет работаю, у меня были очень серьезные проблемы с кожей, сейчас тоже не все на 100% решено. Ну, у тебя хорошая тоже кожа, очень. Ну, нормальная, плюс-минус, иногда лучше, иногда хуже, как бы, но есть над чем работать, это однозначно, и скажу сразу, сыроедение в данном случае или веганство не панацея, но если у вас сильная иммунная система, то проблемы с кожей могут уйти, просто если вы перейдете на веганство либо сыроедение. У меня был такой опыт, я сталкивалась с демодекозом, когда я употребляла мясо, вот, и употребляла алкоголь, так что зависло, так что зависло, мне слышно. Вот, и у меня всегда была хорошая кожа, но, как говорится, все когда-то дает сбой, это все накопилось, и у меня произошел сбой, кожа стала очень плохой, и я столкнулась с демодекозом. Так, что-то зависает. Что-то зависает. Зависает, зависает. Да-да-да, зависает. Да, ты рассказала. Какая-то связь стала не очень. Давай расскажи заново. В общем, я употребляла мясо, употребляла алкоголь, вот, и моя кожа стала очень плохой, у меня начался демодекоз. Это был толчок, наверное, к здоровому образу жизни также, потому что я очень сильно испугалась, потому что моя кожа всегда всю жизнь была хорошей, то есть, но, так как накопилось уже за всю жизнь много очень всего, это было, ну, когда мне было 2-4 года примерно вот так вот, просто у меня вот здесь вот все было в огромных красных пятнах, все в прыщах, это был просто ужас, на моей коже не было живого места. Слава Богу, я решила изменить свое питание, и это как бы был такой толчок к этому. Да, это тогда произошло, да? Да, вот тогда я уже начала задумываться о том, что пора отказываться от алкоголя, от мяса, от плохой еды мусорной, и это как бы был такой... Да, для меня тоже это один из толчков был, и до сих пор есть, потому что, ну, в моем случае мне вообще нельзя косячить, у меня сразу же все это проявляется, и даже если я не косячу, а мое средение более тяжелое, да, или я давно не проводила чистки, голодание, то это опять-таки отражается на моем внешнем виде в том числе. Поэтому, собственно, у меня нет выбора, как следить за своим здоровьем. Ну, это прекрасно, следить за своим здоровьем, это прекрасно, это, ну, для девушки это самое важное, считаю, девушка вообще не должна курить, употреблять алкоголь, питаться каким-то фастфудом, то есть это очень важно для девушки, хорошо выглядеть, чтобы ее кожа сияла, чтобы от нее вкусно пахло, потому что, ну, запах так же от лимфы зависит, ну, ты же знаешь, да, все эти? Да, знаю, конечно, да. Поэтому подытожим наш эфир, так сказать, что посмотрите обязательно, я думаю, тут много чего полезного вы найдете для себя в этом эфире, я его сохраню в IGTV сейчас, я очень рада была с тобой выйти в эфир, я думаю, мы еще повторим, если у вас, ребята, будут какие-то пожелания, напишите, какие темы вы хотите, чтобы мы еще раскрыли, так сказать, вот, пишите Гузель, она вам даст консультацию, я думаю, если мои подписчики захотят подружиться с тобой, ты тоже всегда не против, так сказать, кем-нибудь пообщаться, на тему здоровья, направить кого-то на путь истинный, так сказать. Конечно, конечно, я с радостью поделюсь, очень многим я делюсь просто так, то есть могу проконсультировать, например, по теме питания, там и так далее, просто так, безвозмездно, также у интимной йоги консультация первая бесплатная, обращайтесь, я всегда рада, всегда рада помочь, потому что это мое предназначение, помогать другим людям, да, и когда я помогаю другим людям, я чувствую себя максимально комфортно, созидательно и счастливо. Класс, я рада, что у нас получился такой теплый, добрый эфир, вот, так что сейчас будем уже рассоединяться. Да, ну давай теперь я тоже подытожу. Давай. Ну я, во-первых, хочу поблагодарить тебя, что ты меня пригласила на этот эфир. Я надеюсь, в качестве интервьюера интервьюера, я так ничего... Ничего, ничего, я думаю, что тебе можно в этом развиваться, что талант определённый есть. Да. Я хочу также подчеркнуть, что когда мы с тобой виделись и проводили совместное время, что я тоже чувствовала себя очень вдохновлённо рядом с тобой, что мне у тебя есть всегда чего научиться, что у тебя очень приятная, мягкая энергия, и ты очень добрый, открытый человек. Благодарю. К тебе всегда можно обратиться, и ты всегда поможешь, и в твоём случае ты действительно можешь помочь многим. И я очень рада, что у меня есть такой друг, хотя мы с тобой знакомы недавно, но я тебя считаю другом, потому что я сразу же увидела родную душу. Аналогично. И я очень рада нашему взаимодействию, и я надеюсь, что оно будет у нас на протяжении всей нашей жизни. Конечно. Это 100%. И благодарим всех за внимание, за то, что посетили наш прямой эфир. Да, благодарим всех, девочки. Спасибо за комплименты, тут пишут нам комплименты. Благодарим всех. Да-да-да, спасибо за комплименты, спасибо за внимание, спасибо, скажите себе, за то, что вы такие умнички, уделили сейчас внимание, заботу о себе, подарили любовь себе, посмотрев этот прямой эфир, потому что действительно на этом прямом эфире очень много полезной информации, которая поможет вам в дальнейшем жизни. Да, конечно же, мы не успели каждую тему раскрыть на глубоком уровне, но я думаю, что в общих чертах вам теперь более-менее понятно и, опять-таки, если будут вопросы, пишите, я на них отвечу. Да, и не нужно этого стесняться, девочки, это наша природа, так что пишите, Гузель, и не стесняйтесь, или пишите мне это по другим вопросам. Да-да-да, пишите нам. Да, сохраните, пожалуйста, вот пишут, сейчас я сохраню в IGTV. Вот, всё, тогда обнимаю всех, всех благодарю. Всё, обнимаю, давай, дорогая. Всё, до встречи в личных сообщениях. Всё, давай, пока. Пока.